МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баку продолжает бомбардировать Степанакер. Это начало широкомасштабной военной операции по нападению на Армению. Баку осуществляет геноцид на своей законной территории, имеет право Песков. Если этническое коренное население покидает регион, где проживал с незапамятных времен, это этническая чистка. Депутат Европарламента Германии предлагают пересмотреть экономические отношения с Баку из-за нападения на Арцах. 19 сентября враг переменил весь арсенал, убив на глазах у цивилизованного мира мирное армянское население, находящегося в 9 месяцев в блокаде. С одной стороны, Баку продолжает продвижение войск, стреляя по Арцаху. С другой стороны, направляет Еревану предложения по мирному договору, о которых власти Еревана молчат. Телеканал Вестерн Армения ТВ связался с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном. Президент Абрамян коснулся темы неотложных действий в Арцахе, имеющих непосредственные отношения как к Западной, так и Восточной Армении. Проанализировав ситуацию, дал четкие оценки, сохранив четкое видение сформированной Западной Армении. Также представил закон Республики Западной Армении по части автономии Арцаха, отметив, что право на самоопределение очень часто путают с независимостью. Президент Абрамян обратился к общенациональному движению, начавшемуся в 1988 году, главной целью которого было освобождение, начиная с Арцаха и до Западной Армении. В конце призвал сплотиться всех армян, сказав следующее, если все армянство сопереживает, то мы должны понять, что впереди предстоит много работ по защите Родины. Полное интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале. В 21 веке невозможно представить военную ситуацию, которая не была бы направлена информационной войной. Не исключение и информационная война между Арменией и Баку, несмотря на то, что страны официально не воюют. Каждый раз во время военного столкновения между двумя странами информационная война активируется. Информационная война на социальных платформах – это возможность дискредитировать государство противника на международных площадках как агрессора, представляющих опасность и антидемократию. Именно по этой причине война в социальных сетях важна. Вестер Армения ТВ представляет информационную документацию об армяно-азербайджанских отношениях. Полное видео можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Пресс-служба президента Арцаха распространила заявление. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе, достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13.00 20 сентября 2023 года. Вопросы, поставленные бакинской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Арцаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Арцаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждать на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Баку. Встреча состоится в городе Ефлах 21 сентября 2023 года. Ситуация остается крайне тяжелой. Более того, артиллерийский обстрел со стороны азербайджанских сил стал более интенсивным и без разбора нацелен на объекты гражданского назначения по всей территории Арцаха. Это означает, что Азербайджан не отойдет от своей террористической политики и сделает все для завершения своей геноцидальной программы. Все это, этот геноцид, который сейчас происходит в Арцахе, является соучастником всего международного сообщества, отметил Овик Аванесов. Аванесов подчеркнул, геноцид, осуществляемый в Баку в отношении населения Арцаха, совершается с привлечением высокопоставленного турецкого офицерского состава. Именно они непосредственно руководят этими геноцидальными действиями. Нужно четко осознавать, что все это не ограничится Арцахом. Как эксперт, я с уверенностью заверяю, следующий удар будет нанесен по разным направлениям республики Армении. Баку сделает все для этого. Это начало широкомасштабной военной операции по нападению на Армению. Это нужно очень хорошо понимать и трезво оценивать ситуацию, чтобы предотвратить хотя бы это. Де Юре сейчас речь идет о действиях Баку на своей территории. В Арцахе заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Арцаха в составе Баку. Де Юре сейчас идет речь о действиях Баку у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Они ничем не обоснованы, заявил Песков, повторяя гнусную отмазку Москвы. Почему отмазка? Потому что нет подписанного документа о признании Арцаха в составе Азербайджана. Наши военные выполняют конкретные задачи в Арцахе, выполняют свою роль миротворцы, помогают эвакуировать гражданское население. Отметим, что трехстороннее заявление не отменено. Согласно заявлению, роль российского контингента заключается в соблюдении режима прекращения огня. Армения была и остается очень важным для нас союзником, партнером нашей ближней страной. Правительство Западной Армении бросает вызов господину Пескову и Путину. Покажите нам официальный документ, свидетельствующий о том, что Арцах был или находится в составе Азербайджана. Западная Армения – единственная юридически легитимная сторона, которая говорит о границах Армении, в том числе об Арцахе, и никогда не подписывала ни одного документа, утверждающего, что Арцах будет передан Азербайджану. Однако, так называемая армянская партия юридически не подписывала такого документа. Политическая декларация не имеет правовую или конституционную ценность даже со стороны высокопоставленных политических чиновников. Армяне Арцаха после нападения Азербайджана захотят покинуть регион. И это естественно, поскольку в последние месяцы они подверглись голоду со стороны азербайджанцев. Их церкви и другие объекты культурного наследия были разрушены. Гражданские лица подверглись обстрелу. Об этом заявил шведский депутат Чарли Веймерш на заседании комиссии по внешним отношениям Европейского парламента в ходе обсуждения на тему нападения Баку на Арцах. Естественно, они боятся за свою жизнь. Если этническое коренное население покидает регион, где проживало с незапамятных времен, то это этническая чистка, констатирует Веймерш, подчеркивая, что Евросоюз не предпринимает никаких действий по пресечению этнических чисток в Арцахе. Председатель комиссии по внешним отношениям Бундестага к Германии Михаил Рот заявил, это единственный язык, который понимают автократы вроде Алиева. Евросоюз должен как можно скорее установить режим политических и экономических санкций, чтобы вернуть Баку за стол переговоров. Я приветствую прекращение огня, но оно не должно использоваться для перемещения гражданского населения Арцаха. Мы должны поддержать молодую, но хрупкую демократию в Армении и приблизить ее к Евросоюзу. Этническая чистка в Арцахе может способствовать упадку демократии в Армении. Визовая либерализация должна стать первым важным шагом на пути к сближению. Мы должны дать Баку четкий сигнал, что мы не примем эту хладнокровную агрессию. Естественно, это также включает в себя пересмотр экономических отношений, если страна, с которой мы торгуем, прибегнет к военной силе. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры подогнал «Симон» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!